Поэтому мы говорим, многие мусульмане в наше время делают все, чтобы отвратить неверующих от чего? От ислама. Как мы говорили же, вот эти горе-блогеры, враги ислама, муж с женой ведут блог и говорят, счастливая мусульманская семья или что-то подобное и так далее. И показывает, она дома посуду моет в хиджабе. Она убирается в хиджабе. И какая-нибудь заходит христианка, девушка, говорит, мусульман, и дома женщина должна одеться. Да ладно на этом. Потом показывает, они ложатся спать, она опять в хиджабе. Пророк Саусал Сахам говорит, из вас, говорит, тот, кто есть те, кто отгоняет людей от ислама. Притом, что ошибки сподвижников Пророк Саусал Саусам были не совсем. То есть не совсем такие прямо грубые, как вот эти ошибки. И он назвал, что те, кто отгоняет людей от ислама. Что бы говорил Пророк Саусал Саусам про нынешних мусульман? Аллаху аль-Мустан, братья, а все это причина этому подобления куфаров. Вот когда мусульмане видят что-то от куфаров, увидели церкви и начали строить себе мечети в виде церкви. Увидели, что в церквах поют что? Хор, правильно же? Орган и так далее. Начали петь нашиды. Так или так? Увидели, что при церквах делают что? Благотворительную ярмарку. Начали такую ярмарку проводить что? В мечети. Видите как? Пророк Саусал Саусам сказал, Вы обязательно последуйте по пути те, кто был до вас. Пять за пятью сказал, локоть за лоптем. Даже если один из них залезет в нору, и то за ним полезет, и мы видим, во всем уподобляется. Призыв, как призывать? Аллаху аль-Мустан сказал, Это мой путь. То есть, это мой путь. Это что? Кур'ан и Сунна. Правильно или нет? Адур-Иля-Ллах, я призываю к Аллаху. То есть, если ты хочешь начать научиться призывать к Аллаху, призывай на основе Кур'ана и Сунны, а не так, как это делают, кто? Блогеры и так далее, христианские и им подобные. Так они же не изучают Кур'ан-Сунна. А знаете, почему не изучают Кур'ан-Сунна? Потому что Аллах лучше знает, куда направить свою послание. Братья, мы говорили, мусорное ведро и красивая хрустальная ваза. И у тебя в руках красивая роза и использованный твоим ребенком памперс. Розу куда поставишь? В хрустальную вазу. Использован памперс. И вот тот, у кого сердце, вот это вот, братья, мусорка, вот туда памперсы от этих куфаров и летят, использованы. Понимаете? А тот, у кого в аракулуфикум сердце хрустальная ваза, в него заходит Кур'ан-Сунна. И поэтому, братья, в аракулуфикум этот аят и подобные ему аяты. Братья, Аллаху алиму, хайсу, я жилю, рисалят, или как Абдулла Амин Мусул говорил, Аллах посмотрел в сердца рабов и выбрал сердце Мухаммада для послания. Потом посмотрел в сердца рабов и выбрал сердца сподвижников, чтобы они были сподвижниками. Это, братья, до судного дня работает. Поэтому посмотри в твою взаимосвязь с Кураном и Сунной. Сколько времени ты посвящаешь изучению Курана и Сунной? И вот чем больше ты времени тратишь в своей жизни, в своей жизни, у тебя постоянная связь с Кураном и Сунной, тем больше надежды, что твое сердце, это вот это хрустальная ваза. И поэтому Аллах позволил туда заходить, в Кураном и Сунной, позволил тебе слушать Кураном и Сунной, позволил тебе думать над Кураном и Сунной, и позволил тебе практиковать. А если твое сердце мусорное ведро, как говорится, зайди в интернет и посмотри, баракулуфикум, кто чем занимается. Продолжение следует...